Привет, с вами Сергей Черепанов и сегодня я сделаю небольшой обзор кроссовок, тех кроссовок, которых я уже в течение двух лет бегаю, либо только начинаю бегать. Еще несколько слов о том, как выбрать беговую обувь. В первую очередь вам нужно понять, какова ваша пронация, это постановка стопы. Есть три вида пронации, там проверить можно очень просто. Вы берете, мочите ногу, ставите стопу на лист бумаги и смотрите, что за форма получилась. Относительно этой формы уже нужно подбирать себе кроссовки. Есть личные предпочтения по бренду и в не последнюю очередь, а, наверное, скорее в первую, есть пожелания по удобству и по толщине и амортизации. Либо вы сами читаете информацию и уже на основании этой информации делаете выводы. И вы приходите просто в магазин и начинаете подбирать обувь. Не последнюю роль еще здесь играет ваш вес. Для более тяжелого бегуна нужно подбирать обувь с хорошей амортизацией. Для более легкого подойдут марафонки или так называемые полумарафонки. Беговые кроссовки с очень тонкой подошвой. Много видео есть в интернете, я лишь делюсь своим опытом, своими какими-то пережитыми эмоциями. В первую очередь надо, наверное, подобрать классные кроссовки. Есть бюджетные модельки, которые тоже вам подойдут. Есть чуть подороже, есть там до 10 тысяч. Ну что, посмотрим. Друзья, это Рибок Риалфлекс. Два с половиной года назад брал их в Рибоке. Брал их под бег на мягкой поверхности, бег в парках. Они с такими протекторами. Я не скажу всех технологий, потому что я их особо не знаю. Было удобно, но слишком мягко, наверное, под мою стопу было как-то необычно. Побегал в них, наверное, около полутора лет. В целом они себя оправдали. Первый полумарафон я тоже в них пробежал. В целом отзыв положительный. Я по цене. Сейчас они, по-моему, на ebay стоят около 100 долларов. В магазинах я их уже не видел. Любая пара обуви подбирается только под вашу ногу, только под ваш стиль бега и только под вас непосредственно. Может быть, кому-то нравятся цветные кроссовки. Например, бело-синие. Как и обещал, бело-синие. Вот следующие кроссовки, в которых я бегал, это буквально им несколько месяцев. Месяца 3-4. Они мне достались по наследству. Подарок. Это Adidas Supernova Sequence 5. Они предназначены для долгих тренировок, для длительных по асфальту. У них такая хорошая система амортизации. Они для тяжелых спортсменов. Мне они, в принципе, были комфортны, но очень широкая колодка. За счет этого натирались мозоли. Что еще про них сказать? Стильные, модные, молодежные. Тоже куча технологий всеразличных. Эти технологии я вам перечислять не буду. Я напишу просто ссылку, где посмотреть обзор. И вы посмотрите. В рознице их цена составит порядка 4,5 тысяч рублей. Но лучше, лучше все-таки ASICS. Друзья, пришло время рассказать про текущие кроссовки, в которых я готовлюсь к марафону и в которых я, собственно, и побегу марафон. Это ASICS GELNOSA 3.9. Это, наверное, уже профессиональные беговые обуви для атриатлонистов. Супер удобно, супер классно, супер по ноге. И, опять же, куча всеразличных технологий. Но вот из текущих, вообще из тех кроссовок, в которых я бегал, которые я вам показал в том числе, эти вообще феноменальные. Не знаю, как вы, у каждого есть предпочтения и по цвету, и по марке. Но вот ASICS, они делают именно ту обувь, в которой хочется бегать. Купил я их в Москве. Стоимость их порядка 5,5 тысяч. Модель этого года, как видите, очень яркий. И много триатлонистов в них тренируется. У них удобный язычок прорезиненный. У них удобные стельки, которые антибактериальные для удобства ношения. У них тоже поддержка колодки. Это одна из линей, которые ASICS очень активно продвигают. Вы достойны того, чтобы много и часто бегать, и каждый день бегать. Накручивать по 5-7 километров. Это вполне реально для каждого, для девочки, для мальчика, для всех, для всех. Друзья, это был небольшой обзор тех кроссовок, в которых я бегаю. Это были рекомендации по подбору обуви. С вами был Сергей Черепанов. Бегайте, наслаждайтесь, улыбайтесь. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok